Всем привет! С вами проект по видеомаркетингу на виду и сегодня второе видео о стратегии видеопосева. Перед тем, как продвигать уже ролики на рекламных площадках, сначала нужно настроить аналитику, чтобы не сливать бюджет в пустую. И сегодня вы узнаете о шести инструментах, которые можно для этого использовать, и о том, что можно отслеживать и что обязательно нужно отслеживать. Перед тем, как осуществлять видеопосев на рекламных площадках, стоит сначала настроить аналитику. Благодаря ей мы можем понять, что работает эффективно, а что нет, чтобы выбросить лишнее. Какая аналитика и возможности есть? Первое – это канал YouTube «Встроенная аналитика». Она позволяет нам понять, какое видео лучше смотрит, то есть глубина просмотра, как до конца это видео посмотрели в среднем пользователе. Это говорит о его интересности. Мы можем посмотреть шкалу и понять, где становится скучно пользователям, они перестают смотреть, чтобы сделать из этого выводы и сделать видео лучше. Мы можем понять, где больше просмотров, где лучше зашло в топ, ищут ли через похожие видео, где лучше нажимают на оверлей или ссылки в описании. То есть понять, какие видео лучше работают с точки зрения конвертации зрителей видеороликов в переходы на сайт. Также обязательно сразу лучше взять Google Аналитик и соединить с YouTube. Это будет дополнительная аналитика на Google уже. Также обязательно Яндекс.Метрику подключаем к сайту, или она уже у вас есть. И нам нужно еще настроить аналитику на видеоролик на сайте. Мы можем сделать так, чтобы отслеживать, сколько количества пользователей этот ролик открыли, сколько посмотрели определенный процент времени и сколько досмотрели до конца. Таким образом, понимая, сколько процентов из всех зашедших на сайт этот видео открыли и сколько вообще досмотрели. Еще нам очень важно понять, с каких источников на наш сайт происходят переходы. Какой важный источник, какой эффективный, какой нет. Это можно сделать, добавляя UTM-метки на все ссылочки во всех рекламных площадках. Коротко, если кто не знает, у нас есть ссылка на сайт, дальше у нас ставится значок знака вопроса и пишется определенный текст, который никак не влияет на ссылку, то есть переходит человек на ту же ссылку. Но он дает информацию всем системам аналитики, типа какая реклама это компания, какое конкретно это объявление, ну и другую информацию. И в Яндекс.Метрике и Google Аналитике можно посмотреть, что конкретно с данного видео перешли на сайт, конкретно с ссылки в описании, а столько-то перешло с ссылки оверлея. И мы понимаем, какое видео лучше работает, какое лучше конвертирует, лучше работают, какие ссылочки и возможности, может быть, конечная заставка YouTube переводит на сайт гораздо лучше. И пользуемся конкретными этими инструментами уже в дальнейшем. После этого нам стоит обратиться, например, к фрилансеру веб-аналитику, который сможет вам настроить цели в вашей Яндекс.Метрике Google Аналитиксе. И UTM-метки будут привязаны к целям, например, оставление заявки или что-то еще, то, что вы скажете. И вы будете понимать, что с таких-то видео было много заявок при стольких переходах, а с другого видео не очень. То есть вы уже будете конверсию смотреть не переходов на сайт, а конверсию в заявке, следующую конверсию с помощью такой настройки. По стоимости настройка данной аналитики будет сейчас на скидку в районе 3-4 тысяч. И за видеоролики, если там один видеоролик, то, наверное, еще где-то две. То есть в 5-6-7 тысяч можно будет уложиться, и вы будете полностью контролировать и анализировать, что происходит с вашим сайтом. Также не забудем и о Фейсбуке с его огромными аналитическими возможностями. Потому что Фейсбук может отслеживать и стоимость перехода на сайт, и стоимость заявки на сайте. А делает он это с помощью специальных кодов, которые можно добавить, встраивать в ваш сайт и отслеживать такие моменты, как, например, с этого видеоролика перешел пользователь на сайт, что этот пользователь нажал на эту форму, ввел туда что-то, но, например, не оставил заявку. Или всех пользователей, которые все-таки нажали на кнопку и оставили заявку. И для каждого типа пользователей этих создавать аудиторию ремаркетинга и добивать их видеороликами по поводу уже в дальнейшем, а вы заполняли форму заявки, но вы это не доделали, что помешало, у вас есть какие-то вопросы, или вы это завершите свое действие. Но чтобы настроить эту аналитику в Фейсбуке, нужно работать, уметь с этими кодами, нужно их вставлять на сайт, знать, куда вставлять, как вставлять. Поэтому тут лучше тоже обратиться за помощью, кто это быстро сможет настроить. В принципе, это достаточно несложно для знающих людей. И у кого огромное количество заявок в день, у кого есть телефоны, и по ним также активно звонят, то стоит сделать также дополнительную аналитику через телефонию. Когда мы создаем определенные номера, каждый номер телефона вставляем на определенную рекламную площадку или на определенное объявление или видеоролик, и когда человек звонит по этому номеру, то значит мы можем определить, откуда он это сделал. Отслеживаем таким образом. Также можно сделать колл-трекинг на сайт и сделать его динамическим. Это когда пользователь переходит с поиска, с поисковой системы к определенному ключевому запросу на сайт, и ему показывается свой номер телефона, который к нему привязывается на некоторое время. Там может быть на 30 минут, на час, может на день, на несколько дней. В зависимости, сколько всего можно номеров вы купили. И если этот человек даже смотрит на сайте, перелистывает страницы или на него вернулся через час, если он звонит по номеру этого телефона, мы можем определить, что этот человек оставил заявку, позвонил именно с этого ключевого запроса. И это очень хорошо позволяет, опять же, понимать конверсии, откуда вообще потенциальность, с каких видеороликов приходит. В следующем видео мы наконец-то расскажем уже непосредственно о видеопассиве, то есть рекламировании видеороликов на 7 различных рекламных площадках. О фишках, особенностях и советах по данным площадкам. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. Снимайте такие же видео и будьте на виду.